Большинство из нас, возможно, что-то слышали о геостратегической позиции Турции. Она соединяет два континента друг с другом и обеспечивает мост между относительно развитой Европой и богатым ресурсами Ближним Востоком. Также хорошо известен факт, что Гитлер напал на СССР, чтобы получить доступ к кавказским нефтяным месторождениям, в дополнение к его другим проектам. И казалось бы, какие вообще мотивы могли бы сподвигнуть Ретирейх вторгнуться в Турцию? Ну, оккупировав территорию Турции, можно было бы усилить свое присутствие на Восточном фронте, а также обзавестись дополнительными километрами общей с Советским Союзом границей. На востоке Турции мог быть создан плацдарм, с которого бы Гитлер атаковал иные нефтяные месторождения на Кавказе. И учитывая это, почему Гитлер не приказал атаковать Турцию, чтобы достичь нефти на Ближнем Востоке и Кавказе? Он также мог бы нанести мощный удар по союзникам, так как большая часть этого района находилась под контролем союзников. Кроме того, он мог бы захватить контроль над проливами, жизненно важными для Черноморского региона, оказав дополнительное давление на Сталина. Итак, союзник Германии, Италия, еле справилась с Балканами и Грецией, которые были далеко не такими сильными, как та же Турция, бывшая Османская империя. Германии пришлось вывести треть своих войск с Восточного фронта, чтобы выручить итальянцев. Атака сразу на столько стран, сколько можно – плохая стратегия. Хоть Гитлер никоим образом не был военным гением и имел немало заблуждений, но даже он знал, что это было бы дурной затеей. Разберем причину, касающуюся Ближнего Востока. Ну, Гитлер уже направлялся туда через Африку, но мы можем абстрагироваться и от этого, представив, что Германия прошла к Ближнему Востоку через Малую Азию. Немецкая армия Вермахта была построена на Блицкриге и быстро движущихся танках. И пустынно-песочная местность Ближнего Востока совершенно не подходила под оперативную логистику ресурсов. География. Турция – сложная горная страна. Любой шаг в Турцию сразу же помог бы англичанам. И как мы знаем из моего давнего видео о том, почему Германия не напала на Испанию, Гитлер, как и Муссолини, кстати, очень не любил горы. Он не напал на Швейцарию из-за Альп, на Испанию в немалой степени из-за Анд. А Турция почти полностью усыпана всевозможными горными хребтами, чего стоят только понтийские горы. И всем известно, как удобно в них вести войну партизанам. Но, как говорится, хорошие генералы изучают географию для тактики, но действительно хорошие генералы изучают логистику. На этой карте мы можем пронаблюдать, что на большей части территории Турции имеется приличная сеть железных дорог. И теоретически, логистика тут может осуществляться не так уж и плохо, как это может показаться на первый взгляд, исходя из сложной географии полуострова Малой Азии. Торговля Турция, как и Испания, и Швеция, была страной, которая служила определенные цели для Германии во время Второй мировой войны. В частности, Турция была основным поставщиком хрома, ключевого военного материала. Турция также была бы крепким орешком не только в военном отношении, учитывая ее холмистую местность, но учитывая боевые традиции, проявившиеся в Турецкой гражданской войне или в войне за независимость Турции. Большей угрозой для Третьего Рейха был союз Советских Социалистических Республик, и победа над ним дала бы Германии намного больше, чем просто хром из Турции. И закрепив тему торговых и исторических отношений Турции и Германии, стоит отметить, что Турция была союзником Германии в Первой мировой войне, и у военного руководства Германии были некоторые надежды на желание Турции присоединиться к державам оси Берлина-Этима-Токио. Британия Если бы Германия вторглась в Турцию, Британия почти наверняка начала бы военные поставки. Турция с большой вероятностью бы позволила британским войскам прийти и помочь им в обороне. Британский флот обеспечил бы техникой большую часть побережья, за исключением Черного моря. И не только Британия могла бы помогать Турции. Также и американский ленд-лиз вполне мог бы распространиться и над Турцией. Когда Германия завоевала Балканы, это было очень кровавое покорение полуострова. В то время англичане помогали Греции, нанося немцам большие потери. И знаменитые югославские партизаны также подрывали немецкую оккупацию. Нацисты могли ожидать даже большего, если бы они вторглись на территорию другого полуострова – Малой Азии. А в принципе, узнать подробнее о Греции во Второй мировой, вы сможете узнать из моего видео «Почему Италия не захватила Грецию во Второй мировой». В общем и целом, вторжение в Турцию можно было бы реально рассмотреть только в том случае, если бы Германия могла сделать это по одному, как они это делали с Австрией, Чехословакией, Польшей, Данией, Норвегией и Францией. И в польско-французском случае это стоило определенных потерь, как военных, так и временных. К 1940 году этот марафон закончился, потому что Британия начала полномасштабно воевать с Германией. И в принципе, это пожалуй все причины, которые отталкивали Германию от нападения на Турцию. Если я что-то упустил, то добавьте информацию в комментарии, а если я что-то неправильно сказал, то поправьте меня также в комментариях. Прошу вас не покидать страницу этого видео, а посетить канал Егора Власова. Этот молодой парень очень подробно рассказывает об исторических событиях. На этом канале вы сможете подробно и на карте узнать о Второй мировой войне. Об операциях, осуществляемых во время Второй мировой, и о битвах, происходивших в этой войне. Уникальность канала заключается в интересном стиле. Рисовка карт на бумаге и последующее объяснение событий сразу же на ней. В общем, на пару видео я нехило так залип. И поэтому советую и вам оглянуть деятельность этого парня. Егор Власов. Ссылка в описании. Тем временем Муссолини хочет провести аннексию Австрии. И узнав о том, что это хочет сделать Гитлер, чтобы воссоединить все немецкоговорящее население, Муссолини тогда заключает договор с Францией и Британией о том, чтобы защищать Австрию от Германии. Продолжение следует...